В Следственном комитете проверят факты по делу о нападении на активиста «Молодой гвардии». В начале августа в Казани избили Эдуарда Солхудинова. Он пытался бороться с подпольными казино, но в итоге на него напали, а потом еще и арестовали. В Москве сегодня по этому поводу был митинг участников организации. Требования активистов выслушала Екатерина Кадушкина. На этом митинге ждали Эдуарда Солхудинова. Во два с лишним года активист «Молодой гвардии» разоблачал нелегальные казино в Республике Татарстан. 7 августа Солхудинова избили. Черепно-мозговая травма, многочисленные синяки. После недели в больнице Эдуард должен был выступить в Москве, но за три дня до акции его арестовали. Активисту грозит до 15 лет лишения свободы. В отношении вас возбуждено уголовное дело. По пункту Б, части 3, статьи 163, Уголовного кодекса Российской Федерации. Молодой человек якобы покрывал деятельности горных заведений за деньги. Но коллеги уверены, Эдуард невиновен и пострадал из-за собственной активности. Мы очень надеялись, что Эдуарда приглашают по делу о его избиении, потому что в первую очередь он потерпевший. Мы просто настаиваем на максимально открытом и прозрачном расследовании. Посмотрите на этого молодого человека, очень сложно сказать, что он крышует этот горный бизнес. Знаете, я когда-то сама закрывала игорные заведения, и я видела, кто занимается крышеванием. Это совершенно разные типажи. Единомышленники Салахудинова требуют справедливого следствия, и этот митинг – часть акции в поддержку задержанного. Мы требуем закрыть все нелегальные казино, потому что здесь тысячи людей, которые не готовы с этим мириться. Но в то же время мы не готовы терпеть, когда нас избивают. Изначально акцию планировали провести в Казани, но местные власти митинг не согласовали. В соответствии с частью третьей статьи 12 федерального закона о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, запрещается проведение митингов в местах, расположенных ближе 50 метров от зданий, занимаемых органами государственной власти. Хотя раньше организовать мероприятие можно было без проблем, рассказывает глава молодой гвардии Денис Давыдов. В Татарстане мы подавали три уведомления на проведение митинга, и нам по формальным причинам отказали в проведении митинга на тех местах, где до этого они проводились. Например, это центральная площадь, где 1 мая митинговал КПРФ. Пришлось митинговать в Москве. Лозунги здесь выкрикивают совсем молодые люди, вчерашние школьники и студенты. Тут есть и те, кто о проблеме нелегальных казино знает не понаслышке. Сами участвовали в рейдах и лично закрывали заведение. Выявляли мы игорные притоны, так их можно назвать, еженедельно. Владельцев таких игорных заведений должны пугать такие митинги, как сегодня, потому что сейчас вся общественность поднимается против таких незаконных игорных притонов. Участники молодой гвардии борются с нелегальными заведениями уже три года, и за это время они прекратили работу больше трех с половиной тысяч. К примеру, только в Москве закрыли почти 500. Остались единицы. Активисты не сомневаются, через несколько лет игорных притонов, как они сами называют запрещенное казино, не будет совсем. Тем временем глава Следственного комитета поручил проверить факт нападения на Эдуарда Салахуддинова и выяснить местонахождение активиста. Полиция Татарстана эту информацию скрывает. Екатерина Кадушкина, Алексей Кудравцев и Илья Русинов. Вести.